Сегодня я хотел бы поговорить о документальном фильме «Сын», который вышел с подзаголовком «Непридуманная биография Никиты Михалкова», то есть он очень красноречивый, яркий подзаголовок, ну, то есть даже не знаю, насколько он подзаголовок, его можно за настоящий подзаголовок принимать, ну, во всяком случае, такая слоган, скажем так, да, который, конечно, сразу, ну, привлекает внимание и дает некую ориентировку. И в связи с этой картиной первый, конечно, вопрос, а правильно ли ее считать документальным фильмом, потому что она, премьера ее состоялась сразу в интернете, на ютюбе, и вроде бы, ну, как различить документальное кино в данном случае от, ну, обычного, ну, грамотного, хорошо выстроенного, но все-таки интернет-видео, да, интернет-ролика часового. Ну, с другой стороны, создатели этой картины, они сами говорят, что это документальный фильм, то есть сами себя позиционируют, ну, что прекрасно, картина появилась на некоторых кинобазах уже, ее страничка, ну, то есть легитимизация, скажем так, этого фильма произошла. Ну, вот такое документальное кино. Отлично. Ну, в любом случае, даже если бы это был бы просто расширенный интернет-ролик, даже если бы мы согласились на это определение, противоречащее, как мы уже выяснили, мнению собственных авторов, все равно мне было бы интересно об этом часовом видео поговорить, потому что касается оно непосредственно большого нашего кинохудожника, кинотворца Никиты Михалкова, ну, и вот почему бы мне, соответственно, не обсудить с вами вот эту ленту. Ну, вот, собственно, сейчас и хочу этим заняться. Сразу скажу, что автор и режиссер этой картины Игорь Садреев мне до этого был совершенно неизвестен, я посмотрел ее биографию, она весьма насыщена, это журналист, главный редактор или просто редактор чего-то там и чего-то там, ну, в общем, каких-то довольно-таки известных изданий, и вот в последнее время он вышел именно вот в мир, уже, ну, скажем так, не кино-документалистики, а как минимум телевизионный интернет-документалистики, да, а предыдущая его картина, первая, наверное, картина вот именно в его фильмографии уже именно режиссерская, «Белое пальто», в которой рассказывается о знаменитой вот нашей Валерии Новодворской. Я про эту картину наслышан, ну, вот, к сожалению, так пока еще не получилось у меня ее посмотреть, а вот от фильма «Сын» про Никиту Михалкова уже, соответственно, бегать как-то так долго не получилось, фигура, безусловно, интересная, и в этом отношении, конечно, необыкновенно жалко, и вот просто необъяснимо даже, сколь поверхностная получилась картина, рассказывающая о такой огромной фигуре, как Никита Михалков. Огромной, ну, и многосторонней, фактурной, фактурной фигуре. Я в данном случае, ну, конечно, должен сразу сказать, что не являюсь поклонником сегодняшнего Никиты Михалкова, но при этом отрицать, что это вот действительно большой наш режиссер, очень крупный кинохудожник, ну, это просто бессмысленно отрицать, это действительно огромная фигура в российской культуре, ну, как минимум, второй половины XX века, да, скажем так, последние четверти, если уже быть более точным. Конечно, влияние Михалкова именно как художника в кинематографе XXI века, оно уже заметно слабеет, что уж греха таить, вот, на мой взгляд, действительно, ну, и не только, на мой взгляд, это общее мнение, что свои последние крупные картины Никита Михалкова снял более чем 30 лет назад, в общем, а сейчас, что называется, уже долгое время, ну, почти на лаврах, вот, своей славы, не меркнущей ни в коем разе. И вот, вроде бы, автор фильма ставит себе вопрос, каким образом, перед собой вопрос, да, с каким образом вот столь крупный кинохудожник снизошел в итоге до образа такого YouTube-блогера, ведущего программы «Бесогон», в которой, ну, он высказывает свои самые разные мнения, в том числе и конспирологические, пропагандистские, безусловно, и так далее, и так далее. То есть, вот, как вот эта фигура огромная, большого кинорежиссера, сдулась до вот такого, ну, тоже, безусловно, значимого явления в современной российской жизни. И вот мне кажется, что ответа на этот вопрос мы не получили, то есть, даже не приблизились к нему, потому что картина, она оказалась необыкновенно, ну, примитивная. Вот у меня очень обидное в связи с этой картиной сравнение, но в то же время оно, мне кажется, очень правильно. Вот эта, ну, наша знаменитая, вот, моська, лающая на слона. Если вы берете для разбора такую фигуру, как Никита Михалков, вы будьте готовы, ну, уж тогда предъявить нам какие-то железнобетонные аргументы против него. Ну, если, опять же, иметь в виду, что эта картина, как бы, критикующая, как бы, вот, оппозиционно к нему настроенная, да, то есть, к Михалкову. То есть, хвалить Михалкова можно сколько угодно. Тут, наверное, тоже больших каких-то умений не надо. Тут нахваливать, просто накидывайте какие угодно факты, и все можно подать с таким, ну, с превозношением. А вот если, и вот, ну, тем, кто нахваливает, наверное, Михалкова, это, наверное, просто и критерии, в общем, там, немножко другие, и возражения к ним будут другие. А если вы хотите Михалкова как бы поругать, как бы показать нам вот фигуру, ну, что эта вот фигура отрицательная, скажем так, что в ней есть вот какие-то там червоточинки, ну, будьте добры, подготовиться нормально. Конечно, да, конечно, автор скажет, что, ну, у меня всего лишь часовая программа, ну, в смысле, часовый фильм. Ну, тогда не беритесь за Михалкова в рамках часового фильма, возьмите другую фигуру, потому что объем фигуры Михалкова, он настолько огромен, что, конечно, это фигура для, ну, как минимум, там, десятисерийного сериала, да. Десять часов можно про Михалкова говорить, и то не все скажете. То есть, а когда вы впихиваете вот огромную биографию этого мастера, этого человека, да, ну, я, опять же, я уточню свою позицию, я отрицательно, крайне отрицательно отношусь к Михалкову сегодняшнему, вот, его явлении бесогонно, но при этом, ну, нельзя списывать со счетов его былыщих. То есть, в любом случае, я за то, чтобы была, ну, не то, чтобы объективность не добиться. Да, ну, если вы хотите Михалкова, ну, грубо говоря, чморить, ну, вы чморите тогда его, ну, действительно, какими-то бронебойными снарядами. А то, что подготовил вот Садреев, ну, это какой-то, ну, я не скажу детский сад, хотя, вот, отталкиваясь от названия картины, вполне можно было бы оперировать и такими формулировками. Но это очень все слабо. Это, ну, да, вот он попытался в час впихнуть биографию. Это у него, в принципе, удалось, он, ну, в том-то и дело, что это биография с качками. То есть, даже не с качками, а, ну, перебежка. Вот одна веха, другая веха, третья, там, перечислить, там, назвать все картины. И при этом, как бы, а где суть? Тогда, тогда, если вы хотите чего-то добиться в рамках часа, ну, тогда не беритесь пересказывать всю биографию. Возьмите что-то такое, ну, вот, какую-то деталь и ее развивайте в полной мере. И вроде бы такой посыл есть. Вот, собственно, не зря картина называется «Сын». И здесь автор все время, ну, сталкивает отца и сына, собственно, Михалкова, старшего, Михалкова, младшего. И пытаясь, как бы, найти некие параллели. Ну, это очень так себе работает. Это, да, то есть, вот какие-то там он что-то говорит про, вот, Сергея Михалкова, что-то говорит про Никиту Михалкова. И какие-то, ну, вроде он, автор видит в этом такие интересные пересечения. Но, ну, в моем сознании это не сложилось в цельную картину. Во-первых, мне очень понятно тоже, если уж так говорить, вообще, почему сын. Это понятно тем, кто знает хорошо фильмографию Никиты Михалкова. Не только в его игровой части, но и в документальной у Михалкова есть диалоги. Отец и мама, то есть, посвященные, собственно, родителям. И понятно, что, называя свою картину «Сын», Садреев, он как бы вот рифмует, да, рифмует. Вот, свою картину, как бы, с диалоги, собственно, своего героя. Но при этом он не упоминает в этой картине вот о том, что такие фильмы существуют. И поэтому для стороннего зрителя этот вопрос может оказаться, ну, почему сын, да, почему картина так названа, очень так странным и нераскрытым. Потому что, вот, ну, что с сын тогда, что с сын? Тогда вы, наверное, сосредоточьтесь исключительно на том, вот, что Михалков-младший взял от жизни именно, вот, будучи сыном Михалкова-старшего. Какие-то дало ему, вам, вот, преференции, скажем так, да. Да, что, чем он воспользовался вот от жизни, действительно, что Михалков-старший, не только не просто самый популярный детский поэт вот своей эпохи, ну, так, искусственно это, возможно, раздувалось, но, тем не менее, один из самых популярных, ну, это, главное, автор гимна Михалкова. И Михалков сам шутил на этот счет, что, да, вы можете меня там не любить, ненавидеть, но когда, в общем, заиграет музыка, вы встанете под мои стихи, да, то есть, вот, под стихи гимна, не сможете не встать. А вот, и, ну, и в этом отношении, да, там что-то говорится немножечко про молодые годы, был ли Никита Михалков золотой молодежью или не был, но упускается из виду главное, не Сергей Михалков снимал фильмы, как кинорежиссер и как актер, Никита Михалков добился всего, по сути, сам. Может быть, я не знаю, тут можно было раскрыть, противился ли Данелия утверждению молодого Михалкова на главную роль в фильме «Я шагаю по Москве». И, может быть, был звонок от старшего Михалкова с приказом Данелии взять именно Никиту на главную роль. Может, история эта не подтверждена, я такой истории не знаю. Там были как раз, был как раз рассказ про то, что Данелия шутил, что однажды Никита Михалков взорвался, ну, по наускиванию своего брата старшего Андрея, и стал просить, типа, больше гонорара. И тогда Данелия сказал, что я, ну, как-то научил его, я, там, боюсь перепутать в пересказе эту историю, но суть была в том, что он просто сказал, ну, тогда я тебя просто снимать не буду, то есть, ну, и повышать я тебя тоже ничего не буду. Ну, то есть, как бы урезониваю его в этом отношении, что для, ну, слишком уж сильно молодой артист, ну, как бы, стал выпендриваться. Но, опять же, это было, опять же, в самой основе указывается ее авторство, что это старший брат Наусикова. Это не то, что отец, там, звонил режиссеру и наставил. То есть, соответственно, как киноактера Михалкова-младшего полюбили, вот, благодаря его таланту актерскому. И уж явно в жестоком романте тоже Михалков старший играл. А может быть, конечно, можно было бы найти какие-то схожие моменты, может быть, образ Паратова Никита Михалков строил со своего отца. Кто знает, но в фильме про это не сказано. И вот точно так же про кинорежиссуру. Ну, не стоял Сергей Михалков рядом со своим сыном, чтобы указывать, как это ему снимать. Поэтому, вот этот вопрос, почему же называется фильм «Сын», ну, яркое название. Типа, такое, даже пренебрежительное и уничижительное. Вот смотрите, он всего лишь сын. Нихера. Нихера. Вот эти разговоры о вот этих династиях вообще, ну, точно так же, как можно говорить, что Федор Бондарчук сын Сергея Бондарчука. Да, Валерий Тодоровский, сын Педра Тодоровского. Ну, это, в общем, ну да, ну сын. Они-то сами все потом многого добились и самостоятельно. Понятно, родители дали им толчок. Но в данном, вот как раз в тех случаях, хотя бы, действительно, это был толчок именно кинематографический. Режиссерами стали сыновья режиссеров. А ведь здесь-то. И поэтому вот уже, конечно, к этому фильму уже претензии такого рода, что, а что именно вы, что именно вы вот тут копаете. Не очень понятна ваша доказательная база. Ну и, конечно, меня очень смутило в этой картине, опять же, что как мало здесь на самом деле сказано о герое картины. И более всего меня смутило, как многого не сказано. То есть, вроде бы, действительно, вот такая фигура. И можно было бы вот, ну, хвататься за какие-то эпизоды и расширять их. Но, опять же, вопрос. Это материал для 10 серий. И, понятно, первая претензия будет, ну, как мы могли все это рассказать, потому что, ну, у нас всего лишь час. Ну, с другой стороны, ну, 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 надо было тогда. Вот вы касаетесь знаменитой, допустим, речи Михалкова на Пятом съезде, в которой он выступил в адрес съезда собравшегося. И, конечно, вот моего коллеги-кинематографисты, они пытались как бы свергнуть старейшин кинематографического цеха. Там Бондарчук, Ростоцкий, Озеров, Куледжанов. И Михалков был единственным, кто выступил со словом в их защиту. Кого вы пытаетесь свергать? И вот, на самом деле, это же можно по-разному трактовать, эту речь, да. Михалков не побоялся выступить против толпы революционной и защитить ветеранов. И многие, действительно, вот эту речь оценивают, ну, как поступок. Тот же молодой Бондарчук, насколько я знаю, очень благодарен именно Никите Михалкову за то, что он поддержал его отца. И поэтому вот эта их связь очень тоже как бы дружеская, но она заметна и очевидна. Ну, во всяком случае, на каких-то так временных этапах, промежутках. Вот, а здесь, в этом фильме, никакой оценки не было. То есть, она очень как-то проскользнула мимо. Что там Михалков там, да, высказался насчет толпы у Лилёка, еще его адрес. Но и якобы вот именно эта история положила начало размолвки Михалкова с, ну, такой, кинематографической братьей. Ну, ладно, хорошо. А тогда почему бы не говорить про другую размолвку, мне кажется, гораздо более яркую. Когда фильм «Урга» Михалкова претендовал на главные премии Никона, как лучший фильм года. При этом он уже обладал премию, ну, победил на Венецианском фестивале, получил «Золотого льва». И Михалков, конечно, ну, имел право рассчитывать, да, что сейчас его наградят и на родине. А Ника, между тем, звание лучшего фильма отдала другой картине, как раз вот Петра Тодоровского. Так случилось, я не планировал, но вот фамилии пересекаются просто. Переплетаются друг с другом. И вот вроде бы понятно, что, ну, на тот момент премия Ника традиционно всегда, и вот и тогда было, и сейчас это остается, чествуют своих, как бы, ветеранов, своих, вот, ну, старших товарищей. И вот одобрили картину Петра Тодоровского. Ну, как бы, если не ошибаюсь, Михалкову тогда выдали приз за режиссуру. Тоже не, подобного рода рокировки, они постоянные, да, в истории Ники, когда там Звягинцев получил приз за режиссуру, а Андрей Смирнов за лучший фильм. А уже гораздо позже, спустя там, спустя года. То есть, вроде бы, ну, такое распределение. А между тем, тогда было огромное, чувствовалось же в воздухе огромная обида как раз Михалкова именно на это. И уже через пару лет он запретил, ну, как бы, он не стал выставлять свой, действительно, такой последний крупный, скажем так, шедевр «Утомленный солнцем», отмеченный Оскаром, он не стал выставлять на соискание даже премии Ника, ну, типа, там такое правило в Академии, что они не могут дать приз к картине, которая не выдвинута. И тем самым была вот именно в тот момент нарушена вся вот, как бы, логика существования вот этой крупнейшей, старейшей нашей премии. Ну, потому что результаты 1994 года, они были сметены в решении Михалкова не выдвигать, действительно, лучший фильм того года. Во всяком случае, безусловно, преддававший на главную награду, наверняка бы ее получивший. Но вот Михалков тогда уже обиделся и вот действительно выступил против вот всех этих коллег, которые этой Никой занимались и занимаются. И более того, он, вот ненависть к ним, ну, скажем так, неприятие к ним, да, ненависть слишком такое сильное слово, ну, даже если оно имеет право на существование, ну, как бы, зачерпну его здесь. Он создал собственную премию, собственного ручного «Золотого орла». И вот это действительно внесло вот как раз очень такой конфликт между, ну, внутри кинематографического цеха, который дальше продолжился очередным съездом Союза кинематографистов, где Михалкова попытались свергнуть, точно так же, как в свое время попытались свергнуть вот того же Кулиджанова, Бондурчака и так далее. И Михалков как бы всех переиграл, как раз позвав на свою защиту вот ту самую толпу, против вот которой он, раньше, то есть вот когда съезд уже проводился именно Михалковым, вот ответный съезд, который его в итоге утвердил на вечное царство, они как раз и была создана, собственно, толпа, а не какие-то там прогрессивные деятели, и что в итоге разделило окончательно кинематографистов. И главное, что все крупнейшие мастера, ну, во главе и с Рязановым, и с Германом, с двумя толпами, Рязановым зрительское кино, Германом авторское кино, они ушли вот в союз на другом берегу, который назвали киносоюз. То есть вот, вот огромный сюжет для вот разбора отношений Михалкова с кинематографической общественностью, да. И практически, то есть это ничего не сказано. Про это, это как бы вообще вычеркнуто, но это не вычеркнуто, просто это не попало в этот час. А тем не менее, это вот огромная сама по себе, это же сама по себе история на отдельную серию. А вот этого нету. И, соответственно, возникает вопрос, да, вот это сильная история. А какие истории тогда бы оставили взамен? Потому что, допустим, даже если говорить о кино, какой-то возникает вопрос, а как относились к Михалкову в 70-е годы? Что якобы, ну, был ли, воспринимали его тогда как талантливого? Ну, и там вот многоуважаемый Андрей Степанович Плахов отвечает, что, ну, вот, конечно, после вот этой неоконченной пьесы для механического пианино стало все. Но очевидно, что это уже не шуточки. То есть, тем самым, как бы, поднимается вопрос, а может быть, Михалкову и в 70-е годы было к нему отношение так себе? Ну, извините. Ну, это тоже, как бы, фильмы Михалкова 70-х годов выдержали испытания десятилетиями уже, да, полвека. Наверное, там, свой среди чужих, чужой среди своих. Наша безусловная классика и раба любви, и, ну, и та же неоконченная пьеса. И в данном случае, ну, вот, поднимать этот вопрос, а действительно ли Михалков был, его воспринимали как талантливого художника в 70-е, ну, очень странно. Тут как раз вот напрашивается вопрос. Опять же, можно было бы сделать такую перекличку с Бесогоном. Вот в Бесогоне я ради интереса посмотрел парочку выпусков в свое время, и вот мне достался один, где Михалков нападал на Гельцина, вот, на своего бывшего якобы друга, ну, во всяком случае, за которого он агитировал, этот кусочек есть в этом фильме. И вот он нападает на него, что якобы Гельцин переменил свои взгляды, что-то он был, значит, на одной стороне, потом оказался на другой стороне. И вот у меня все время возникает вопрос, а сам Михалков разве не менял свои взгляды? Разве он в фильме «Свой среди чужих» или вот «Раба любви» он разве не выступал на одной стороне, на стороне коммунистов, а спустя годы, когда снимал вот этот «Солнечный удар», он переменил, ну, он оказался на другой уже стороне, ну, я не говорю про сибирского церевника, но как раз в «Солнечном ударе» это очень явно, когда он, то есть, значит, в 70-е годы он восхвалял революционеров, вот этих чекистов и так далее, и так далее, Красную армию, а спустя 30 лет, или уже даже 40, 30 с небольшим, скажем так, он уже, соответственно, этих красных показывает как мерзавцев, вот убивающих, ну, что называется, даже не в спину, а вот таким мерзким ужасающим способом своих противников. Разве это не перемена взгляда? Вот интересный момент, что называется, за который тоже можно было ухватиться вот как раз в разговоре о фильме 70-х, и вот, и это как раз ниточка, которая ведет к бесогону, вот тоже, если бы поставили вопрос, каким образом художник, а вот стал теперь бесогоном, да, вот есть за что захватить, ухватиться. Или другой момент, вот упущена совершенно роль Михалкова в «Садском советнике». А это же очень важная роль, тоже ведущая напрямую, из-за нее можно провести вот эту нить рассуждений, ведущую к бесогону. Кого играет там Михалков? Он играет, ну, крупного такого чиновника, да, который сам пригрел на своей груди террористов, вскормил их с тем, чтобы потом вот ими пользоваться, и уничтожая их вот как бы, ну, нарабатывать себе очки. То есть они были его ручные, ручная вот его команда. Я боюсь сейчас набрать там в пересказе, но вот я вот так запомнил вот этот образ, да, что он на самом деле вот главная гнида этого фильма. И получается, ведь отсюда как раз вот, кто знает, может быть, ведь как Михалков прекрасно сыграл вот упомянутого уже Паратова в жестоком романсе, вот все уже, это была та роль, которая неотрывно связывалась с личностью Михалкова. Прям вот он такой, да, хотя это глубоко отрицательная роль. И спустя 20 лет он столь же ярко играет вот этого негодяя в статском советнике. Действительно, ну, то, что он негодяй, мы понимаем уже в самом конце уже только. А так это очень яркая, живая такая, коваритная роль. И, ну, ведь чувствуется, что Михалков от себя, от души, в общем, это прям вот, что такое, вот отсюда же можно было тоже ниточку к бессагону провести. Почему вы этим не воспользовались, да? То есть почему, как вы это упустили? Ну, и опять же, вот там, допустим, какие-то такие пассажи, что Михалков был уязвлен тем, что там «Очи черные» не получили главного приза в Каннах. Ну, безусловно, он мог быть уязвлен, ну, неприятно, да. А с другой стороны, ну, извините, «Очи черные» привели Михалкова на церемонию «Оскар». Да, он впервые, его фильм оказался в прицеле внимания Американской киноакадемии именно вот в случае с «Очи черными», потому что там Масрояне получил номинацию за лучшую актерскую мужскую работу. Ну, блин, ну, это, знаете, это подарок для любого режиссера. А почему же вы про это не сказали? Вот, или там, хорошо, вы упоминаете, что «Утомленный солнце» тоже вот уязвили, что Михалков был вот так уязвлен, поднимаясь на сцену, там есть фрагмент, как Листьев это замечает, а контекст, опять же. Михалков мог быть, конечно, уязвлен еще и тем, что, да, что и тогда много шума было в связи с тем, что победил Тарантино с криминальным чтивом, но при этом ведь важный еще момент, даже гран-при это досталось Михалкову в параллели с другим китайским фильмом жить. То есть, получается, даже это гран-при, вторая по значимости награда Каннского фестиваля, и то она не полностью его, то есть, да, понятно, что каждый из режиссеров получил эту награду, но при этом это не то, чтобы он занял второе место полноправно, он разделил даже второе место. То есть, это второе, третье место, получается. Вот она тоже, одна из причин уязвленности. Тут я, правда, надо, конечно, я саму церемонию посмотреть, как там, выходил ли Михалков первый или второй, и было ли объявлено, если он выходил первый, было ли объявлено, что он не единственный победитель. Но если вот он выходит получать гран-при, и он выходит вторым, ну, вообще, понятно, что это дело не только в Тарантино. Хотя, конечно, тогда Тарантино был представлен главным врагом. Я помню этот шум огромный, конечно. Как шумели в российской прессе, что вот, там, американская картина какая-то, с подачи Михалкова, разумеется. Но при этом, видите, как интересно, спустя 10 лет Тарантино приезжал на Московский кинофестиваль, возглавляемый Михалковым, и тоже отдельная история, каким образом он его возглавил и отжал, да, как бы полностью под себя. И Михалков же выступал тогда прямо вот перед целым залом, с какой-то такой речью, просил правильно его перевести, чтобы его Тарантино правильно понял, какой Тарантино молодец. Какие у него чеховские нотки в его фильмах, блин. То есть это, ну, прям, выглядело, ну, не прям, как извинения, но, в общем, типа, ну, когда-то там пошумели, конечно, мои слова там-то когда-то переврали, но Квентин, мы же друганы, в общем, да. То же, как переменилось мнение-то. Ну, конечно, оно переменилось после того, как Утомленный Солнцем Оскар взяли, и вроде бы, ну, свое Михалков взял. И вот это можно, то есть, и, конечно, уже, что ему на Тарантино этого обижаться. И вот можно, можно было копать. А с другой стороны, вот я очень высоко ценю картину «12», ценю ее за то, что, известный факт, у нас многие режиссеры, как огня, боятся снимать о реальности, говорить о наболевших вопросах, связанных с Россией, сегодняшнего дня. А Михалков не побоялся. Его фильм «12» – это очень острый выпад вот в адрес российской действительности того времени. Очень острая картина, очень социальная и удивительная для Михалкова. А что в фильме говорится? А в фильме говорится, что якобы от этого фильма осталась только одна мемная фраза, что там офицер бывшим там не бывает. Ну, это же не совсем так. Это очень яркая, крупная картина, одна из важнейших, да, картин нашего времени, но да, конечно, ее значение, оно может быть специальным, ну, оно как бы так пропадает под вот этим валом последовавших «Утавленных солнцем-2» вот этой идеологии солнечного удара. И, конечно, вроде бы, да, легче всего посмеяться, сказать, ну, там типа, ну, еще какие-то там были у него 12. Нет, это не так. Это была очень значимая работа. Очень яркая, как раз было бы прекрасно, если, может быть, на ней бы Михалков, как режиссер, поставил бы точку, это была бы такая действительно, не точка, а восклицательный знак. Ну, вот, ну, он как бы поступил иначе, ну, что делать. В общем, и вот о многом таком, многие вот такие хорошие моменты, которые можно было бы осветить, вот эта картина Игоря Садреева, она не ухватывает. Я не могу сказать, что она лишена каких-то достоинств. Самое очень интересное смешное начало, когда вот монологи героев Михалкова, нет, скажем так, монологи его Бесогона, они подставлены под монологи персонажей, которых играл Михалков в «Тех же утомленных солнцем», в «Не оконченной пьесе той же». То есть, это смешно, да, когда как бы рот открывает персонаж, а извергает вот речи уже Михалкова современного. Это интересно сделано. Но отдельные вот такие удачи, они, конечно, ощущения от картины портят и оставляют в таком недоумении. Ну, и, кстати, возвращаясь вообще к вопросу, насколько это документальный фильм, вот я столкнулся с проблемой. Я обычно всегда стараюсь аутентичный постер поставить на свой ролик, а здесь обнаруживаю, что а постер этого фильма «Сын» и нет. То есть, пришлось обрезать просто-напросто ютюбовскую картинку, что, конечно, ну, не очень хорошо, не очень красиво. Но, опять же, вот тут авторы как-то не продумали этот момент. Если они говорят о себе как о документальном фильме, о своем творении, как о документальном фильме, что ж вы тогда, ребята, постер-то не придумали. Ну, уж тогда, чтобы полностью соответствовать. Но это уже такая деталь. Вот. А можно продолжать вот раскапывать, скажем так, говорить уже не столько о фильме, сколько вот раскапывать биографию Михалкова. Чего вы не сказали еще? И дальше, и дальше. Потому что, ну, действительно, вот я полчаса только проговорил вот так о нескольких эпизодах только рассказав. И, действительно, ну, это доказательство того, что о Михалкове можно говорить бесконечно, бесконечно. Вот. Но, да, все-таки вот я под конец вспомнил еще такой момент, что там якобы, значит, находит автор картины ошибку в словах Михалкова, когда Михалков на самом высоком уровне у Путина, что называется, там, получая какую-то очередную награду, говорит о своем предке, да, что вот и жил там такой-то, и был хранителем ключей. А Игорь Садреев говорит, нет, это был не хранитель ключей, это был постельничий, и к тому же это был человек с другим отчеством. То есть Михалков, значит, даже наврал в отчестве своего предка. Я вот думаю, ну, блин, ну, что за фигня? Вот мне сложно в это поверить, что Михалков, вот произнося такую речь, которую он, безусловно, понимает как историческую, находясь в двух шагах от президента России, понимая, что эта речь будет растиражирована, что она сохранится, что все ее начнут проверять, и что он вот так взял просто, я ошибся в должности и в отчестве своего предка, что он взял и соврал, а Игорь Садреев посмотрел в Википедии и увидел действительно, что там был какой-то там постельничий, и решил, что, а может быть, эта речь-то про разных людей, может быть, шла? Я не знаю. Вот во всяком случае, Садреев это упоминает, но не делает на какого-то, на этом прям большого акцента, что вот смотрите, Михалков соврал вот перед всеми, получая награду вот прям чуть ли не в прямом эфире или в записи, и вот речь транслировали наверняка все российские информационные агентства. И много тоже разговоров на этот счет было. И вот, ну хорошо, если вы стопроцентно убеждены в том, что вы правы, но сделайте на этом такой сильный акцент, а акцента нет. Но в то же время я как-то, я необыкновенно сильно сомневаюсь, что уж Никита Михалков вот настолько дурной, что вот мог вот так запороть свою историю. У меня есть ощущение, что его генеалогическое древо перед ним во всех красках там где-нибудь там расстилается, или на стене висит, или на столе лежит. Ну, вряд ли бы он просто так бы стал бы на эту тему врать бы. Во всяком, вот у меня вот тут тоже такое ощущение, что тут что-то, что-то в этой истории не так. Что, ну, мне интересно, сюда было бы разобраться. Ну, хорошо, тогда сделайте отдельный акцент. Покажите нам более так ясно, да, где, откуда вы взяли, и действительно ли вы сделали все, чтобы доказать, что вот того, значит, Константина там, я не помню, Андреевич или как там, про которого говорил Михалков, что вот того не было, а был только ваш. Ну, пожалуйста. Но этого же не было сделано. Вот. Ну, и, конечно, я вот так в самом фильме этого не звучит, по-моему, но меня очень сильно смутило, когда я послушал еще интервью вот этого Игоря Садреева по этому фильму, и он там, среди прочего, говорит о фильме Югра. То есть он, конечно, имеет фильм Урга, но он, получается, говоря о Михалкове, он путает название его картины. Югра. Да, хорошо звучит, но во всяком случае, на самом деле, это полное название фильма Урга, территория любви, уж тогда полностью произносите, а не Югра. То есть вот это же тоже, вот это прям я офигел просто-напросто. Хорошо, хоть в фильме этой ошибки, по-моему, нет, я уж там перемотал, вроде бы, по-моему, вообще как-то эту картину там никак не называют, просто упоминают. Ну, не стал уж копать там. Ну, если ты в интервью даешь и путаешь название фильма, ну, это же говорит о глубине твоей проработки, а вообще, ты как вообще с героем-то работал, да, товарищ режиссер? И вот я просто это так тоже бомбануло, думаю, нифига себе. Можно вот показаться, что я действительно сейчас вот прям выступаю в защиту Михалкова, но опять же нет. Я просто говорю, что если вы хотите уж на такую фигуру как бы замахнуться, ну, замахивайтесь нормально, чтобы не было неудобно перед вами. Точно так же помню, как Майкл Наки, которого тогда совсем, совершенно не знал, политический журналист, вот тоже он про Михалкова отдельно передачу снял, я в первый раз тогда с Наки столкнулся, ну, мне стало интересно, что говорят про Михалкова в интернете. И точно так же он там картину родня перепутал и как-то обозвал иначе. Я смотрю и думаю, ну, да, поболтать вы все гораздо, да, вот даже на уровне названия фильма, если вы путаетесь, что же можно говорить о вашем анализе. Может быть, вы и правильные вещи говорите, ну, зачем попадаться на мелочах тот же Михалков, если пройдется, захочет пройтись по вот этому своему фильму «Сын», так он наверняка найдет огромное количество каких-то неувязочек и нестыковочек, ну и разгромит вас, не оставив, ну, как бы камня на камне. Зачем так попадаться? Вот, поэтому я, к сожалению, этим сыном не удовлетворен, ну, не сомневаюсь, что в связи с такой глобальностью фигуры Никиты Михалкова однажды все-таки найдутся те, кто захотят снять о нем что-то действительно по-настоящему монументальное, вот может быть действительно с замахом на 10-серийный сериал.